И разуддинов Султан Ахмед занимается творчеством, изготавливает своими руками национальный инструмент Агач-Кумуз и обучает детей музыке в родном селе. С мастером встретилась наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Работает не покладая рук. Ученики подмастерия села Ирпили точно знают, какой толщины должны быть стенки национального инструмента Агач-Кумуза. Когда-то в каждом дагестанском селе были свои музыкальные мастера. Сегодня в республике осталось несколько людей, знающих, как правильно обработать дерево. Да и навыки игры почти утрачены. Для того, чтобы многовековой опыт передавался и дальше, Султан Ахмед набрал учеников мальчишек из родного села. Я увлекаюсь один год. Я новичок, кажется. Я ровняю все стороны, стены, короче. Я ровняю, потом даю, чтобы поставили сюда эту пластинку. Потом лаком они это делают, а потом эти струны ставят. И здесь дырки тоже делают. Потом узор тоже делают. И все готово. Мастер живет в селении Ирпили Буйнакского района. Там же руководит школа искусств. Музыку Султан Ахмед любил всегда. Еще на службе в армии играл в духовом оркестре. Лишь много лет спустя, выйдя на пенсию, решил заняться старинным ремеслом и вернуться к музыке. Когда я уже на пенсию вышел, потом уже вижу, что уже мастера по изготовлению ОМЗа нет. Такого и даже в районе, большей школы искусства по изготовлению ОМЗа нет. Поэтому, чтобы как-то поднять вот это искусство, как-то интерес поднять детей на это искусство, чтобы инструмента нет, значит, играть, кто будет играть? Некому играть. Ну что сказать, обучиться на Кумусе задачи не из легких. Четыре струны подаются нелегко. Зато это удается нашим ученикам. Все меньше и меньше в Республике народных умельцев, которым по силам смастерить добротный инструмент, его вырезают из цельного куска дерева. Затем обрабатывают особым составом, секрет которого у каждого мастера хранится в строгом секрете. Итого процесс занимает около двух недель. Изготавливать инструменты можно из разных пород дерева. Но тогда и звучать они будут по-разному. Так, агачку мост сделан из ореха, звучит громче, чем из липы. Вот здесь мы ребятам, ученикам сделали шаблоны, чтобы легче было для ориентации, из какого дерева, какой размер выходит, чтобы узнать, сделали шаблоны такие. Ну, на изготовление одного инструмента, например, у меня где-то неделя-десять дней выходит на изготовление одного. А ученики, конечно, за это время не сделают. У них один учебный год уходит на изготовление одного инструмента. Сутан Ахмед из Апели надеется, что со временем агачку муза звучит далеко за пределами Дагестана. Для этого мастер делает все, что в его силах. Лиза Раджабова, Салман Китихмаем, Селикан НТ, Буйнакский район.